О том, что зебра не только животное, но и разметка пешеходного перехода, воспитанникам 79-го детского садика областного центра рассказали сотрудники молодежного центра областной библиотеки. Для малышей организовали настоящий праздник с конкурсами, загадками и эстафетами, главная цель которого в такой развлекательной форме привить детям знания, а главное намерение соблюдать правила дорожного движения. После дорожной эстафеты и сбора головоломки в виде знака ребятам показали мультик, объясняющий основные правила перехода проезжей части. Я узнала, что нельзя на красный, это где человечек черный и треугольник красным разрисованный. А если ты будешь переходить дорогу, то где будешь уже переходить? Или на зебре, или на светофоре. А на какой свет? На зеленый. На зеленый свет надо идти. На красный стоять. На зеленый приготовься. На желтый приготовься. Еще одна цель организаторов праздника для дошколят – рассказать им о том, что такое фликер и почему важно носить его на одежде в темное время суток. Такие светоотражающие наклейки малыши получили в подарок за участие в конкурсах. Этот проект направлен на то, чтобы люди, дети носили светоотражающие стикеры на одежде, шликеры. Сначала мы вырезали эти стикеры в библиотеке. Это была первая часть акции. Потом мы проводили мероприятие на базе библиотеки в прошлые выходные для ребят из интердома. Сейчас нас попросил детский садик, мы здесь проводим. Ну и в дальнейшем мы также планируем и дальше проводить подобные мероприятия в учебных заведениях, детских садах, школах, интернатах. В рамках акции «Засветись в Иванове» еще не один детский садик или школа получит в подарок для своих воспитанников фликеры. Наклеек, уверяют организаторы акции, у них еще много. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.